ВИЧ это тема, о которой раньше говорили либо шепотом, либо не говорили вовсе. Из-за этого многие люди не знают, что это за заболевание и как оно передается. Это болезнь, которая поражает, наверное, какие-то органы, и она не вылечивается. Это заболевание, передающееся половым путем и через кровь, насколько я знаю. Ну, это заболевание. ВИЧ вирусом иммунного дефицита человека. ВИЧ передается половым путем, насколько я знаю. Половым путем. Половым путем. Возникают такие вопросы, как, можно ли пить с одной кружки с этим человеком, могут ли они иметь детей и опасны ли для общества в целом. Сегодня мы отправились в клинический центр профилактики и борьбы со СПИДом, чтобы найти ответы на вопросы у специалиста. ВИЧ это вирус именно дефицита человека, который вызывает ВИЧ-инфекцию. А СПИД это запущенная стадия ВИЧ-инфекции, при котором человек не лечился, не наблюдался. Соответственно, имеются проблемы со здоровьем. В настоящий момент у нас в России основной путь передачи ВИЧ-инфекции – это незащищенные половые контакты, часто смена половых партнеров имеется в виду в том числе, и использование нестерильных шприцов при наркопотреблении. Ну это, я так понимаю, контрацеркция. Что еще? А, ну гигиена, то есть в любом случае нужно соблюдать там. Нет. Ну это предохраняться, естественно. И желательно, если вы целуетесь с человеком, у которого есть СПИД или ВИЧ-инфицирование, если какие-то ранки во рту присутствуют, через кровь это очень передается быстро. Сейчас. Не могу так сосредоточиться. Предохраняться, когда идет контакт с половым путем. Основной способ избежать заболевания – это безопасное сексуальное поведение. То есть, что имеется в виду? Это половые контакты с одним человеком, проверенным, с которым вы вместе обследовались на ВИЧ-инфекцию, и при этом обоюдно сохраняете верность друг другу. Это основной способ защиты. Но если такое не представляется возможным, то обязательно использование презервативов при любых половых контактах. Естественно, нужно отказаться от наркопотребления. И, соответственно, нестерильные инструменты, которые используются при тех или иных немедицинских внутривенных вмешательствах, они несут угрозу по инфицированию не только ВИЧ-инфекцией, но и букеты сопутствующих других болезней, в том числе и вирусных гепатитов, Б, С и Д. В законодательстве России нет никаких ограничений по трудовой деятельности людям с ВИЧ, поэтому без ограничений можно работать на любимой работе, без проблем. Я так думаю, что если нет ран, например, во рту, чтобы крови не было, то, в принципе, можно. Не уверен. Повторюсь, если есть какие-то ранки, открытые во рту, то нет, нежелательно вообще. Нет, точно нет. Ну, поскольку он не передается вас достукабельным путем, то можно. Если я была бы полностью уверена, что там все нормально, то... Не знаю, честно, спорный вопрос. Нет. Нет, не думаю. Я очень часто грызу губы и щеки, поэтому нет. Нет. А да. Рукопожатие, обеакие, поцелуи, пот, слюна, слезы никакой опасности для окружающих не представляют. Соответственно, бытовые контакты никак ограничивать не стоит. Соответственно, общаться с вашими родными и близкими без каких-либо проблем. Эти жидкости опасны. Опасность только представляет кровь и выделение половых органов. Куда могут обратиться люди с ВИЧ и СПИД? Первым делом, конечно, следует обратиться в поликлинику по месту жительства, к инфекционисту или к специалисту, который закреплен по работе с ВИЧ-инфицированными. И уже эти специалисты после необходимого комплекса лабораторно-инструментальных обследований при необходимости направляют пациента в центр СПИД для дальнейших манипуляций, действий, уточнений, диагноза и так далее. Можно обследоваться в том числе у нас в центре СПИД Краснодар по адресу Седина 204-2. У нас ежедневно проводятся исследования с 12.30 до 15.00. При этом кровь из пальца. И в течение 20 минут специалист вам даст результат, проконсультирует по всем интересующимся вам вопросам. В настоящий момент лечение ВИЧ-инфекции подразумевает под собой прием таблеток каждодневной. И современная медицина движется в ту сторону, чтобы упростить прием этих препаратов для того, чтобы пациенты меньше замечали присутствие ВИЧ в своей жизни. Соответственно, новые разработки лечения ВИЧ, они призваны или удлинить интервал между приемами препаратов. Есть клинические исследования по внутримышечному введению препарата один раз в месяц, но пока они в широком доступе не представлены. Один из наиболее перспективных – это, конечно, излечение ВИЧ-инфекции, но в настоящий момент возможности этой нет. Если человек на терапии, эффективной терапии, то есть правильной и работающей, то, соответственно, нет никаких ограничений по длительности жизни. Люди живут так же, как и обычные люди, умирают от тех же причин, как и неинфицированные люди. И в этом плане ограничений нет. Вот если человек не принимает терапию, то, конечно, тут очень много факторов, но в среднем мы говорим о 15 лет после момента инфицирования. Но, конечно, ответственные люди, они обращаются к врачам, принимают лечение и живут неограниченно долго, как и обычные инфицированные люди. В настоящий момент при правильном следовании рекомендациям лечащего врача, люди с ВИЧ-инфекцией могут иметь абсолютно здоровых детей, так и, как и все обычные люди. И не обязательно, чтобы оба партнера были, родители будущие были инфицированы. То есть, если женщина не принимает терапию, которая назначается лечащим врачом для профилактики передачи от матери к ребенку, то, конечно, риск передачи сохраняется и существует угроза. Но у нас в России все-таки есть достижения, которые отмечены на мировом уровне. Это меньше 2% передачи от матери к ребенку. Соответственно, люди с ВИЧ могут жить полноценной, в том числе семейной жизнью. Психологическая адаптация людям с ВИЧ – это основа основ, поскольку это выставление диагноза ВИЧ-инфекции меняет мировоззрение людям с ВИЧ. Соответственно, первым делом надо оказать психологическую помощь. На первом этапе это, конечно, врач или специалист, который объявляет диагноз. И если мы видим проблему по реакции и адаптации, конечно же, мы направляем пациента к психологам или психотерапевту. У нас они представлены в центре СПИД. Соответственно, всяческая психологическая поддержка оказывается всенаправленно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!